Добрый день, уважаемые друзья, уважаемые любители шахмат. С вами Владимир Добров и Час Кумру. Рад всех приветствовать. И мы сегодня с вами говорим о перипетиях чемпионата России, который проходит в столице Башкортостана, в славном городе Уфа. Итак, сыграно 6 туров мужского и женского чемпионата. И уже есть лидеры. Безусловно, о них мы с вами немного поговорим. И что же, вперед. Некоторые зарисовки. Специально для вас подобрал самое интересное, самое такое изящное и смачное. Итак, первая позиция из партии Матлаков-Чигаев. Итак, в этой позиции мы видим разносторонние рокировки. Сицилианка, классический слон на А2. Очень приятный. Мы видим, что пешка на Ж5 уже далеко надвинута, в то время как у черных открыта линия Б. Позиция, казалось бы, непростая. Кажется, что можно думать о всяких жертвах. Может быть, о запуске пешки Ф. Но здесь Матлаков действует достаточно активно. И важным ходом, безусловно, таранищим в таких позициях является ход Ж6, разрывающий оборону черных. Приходится брать, иначе все бы рассыпалось. И включается в активную игру пешка Аш. После чего черные обязаны закрывать эту линию Ж5. И неспешная подготовка. Белые хотят сейчас линию Ж уже открывать. Нет времени на Ф6, потому что сразу же будет кризис в пешке Е6. Поэтому ФСС5. Черные защищают пешку. Однако следует хладнокровный ход ФД2. И выясняется, что никакой контр-игры у черных нет. Черные просто-напросто не успевают организовать встречные шансы. Сыграл Максим К4. Ну, а другой Максим хладнокровно взял на С4. Взял на Ж5. Мы видим, что линия Ж теперь открыта. Пешка на Ж7 в опасности. Пришлось играть Ф6. И продолжилась такая вот заруба. Слон А6, ладья Ф7. И просто слон Ж7. Четкий ход. Ладья Ж7. Ладья Ж7. Дал шаг Ферзем на Ж2. И выясняется, что надо убегать на Ф8. На Ф7 было плохо из-за Ферзь Ж6 шаг. С последующим включением пешки Аш. Ну, и так оно, в общем-то, и произошло. Пешка Аш побежала и решила исход партии. Мы видим, что здесь тотальная доминация. И в этой позиции Максим Чигаев признал свой право. Неплохой пример для тех, кто любит играть с разносторонними рокировками. И так идем дальше. Следующий пример мы посмотрим, который случился в партии Никита Витюгова и Владимира Федосеева. Ну, и здесь, в этой равной позиции. Несмотря на то, что у белых не хватает пешки. У них очень активные фигуры. И КНЖ7 в пассиве. Несмотря на это, позиция равная. И черные должны были, ну, совершенно любым практически ходом продолжать эту оборону. Но случилось несчастье. И Владимир Федосеев осуществил роковую ошибку, сыграв Аш-5. Казалось бы, что в этом ходе плохого. Открывается король и пешка Аш готова разрывать королевский фланг. Но нет, не так-то все просто. И выясняется, что после хода ферзь А6, друзья, угрожает такой вот тематический мат, моток на Аш-6. И Владимир Федосеев сдался мгновенно, потому что нет времени на короля Аш-7 из-за подключения слона с Ф-7. Шаг может быть только один. Король всегда скрывается на Аш-3. И от мата просто нет защиты. Фантастика. Вот такие вот зевочки происходят порой. Но Витюгов, Никита Поздравляемый, он сейчас является одним из лидеров чемпионата. И, безусловно, такие вот подарки подбирает вовремя. Молодец. Желаем ему успеха. Ну и следующий пример, друзья, специально для вас. От Александра Матылева и Владимира Федосеева. Первая партия турнира. И была, в общем-то, здесь такая вот сложная стратегическая борьба. И в этой позиции Владимир Федосеев находит очень интересный ресурс. Белым осталось, в принципе, что развить фигуры. Слон Е3 сыграть, укрепиться на поле Д4. В целом у них, наверное, приятная. Приятная позиция. И, как говорят, трагедия одного темпа. Шахматы, как и любая другая, наверное, игра. Так и здесь. Находится ход слон H5. Разящий ход. Отвлекается ферзь от защиты пешки F2. Посмотрите, какой сильный и интересный ход. Если не брать слона, то как бы белые, конечно, могут сыграть ферзь C2. Но в этом случае черные продолжат активизировать свои фигуры. И, по большому счету, проблем у них вряд ли какие-то могут возникнуть. Ну, а Александр взял на H5. Александр является многоопытным шахматистом и тренер. Владимир Борисович Крамников в свое время являлся и тренер сборной России. В общем, многолетний колоссальный опыт у него в шахматах. Ну, и после взятия на H5 выяснилось, что черный следует на F2. Посмотрите. Потом король D1 следует в шах. Неожиданно. И теряется на G2, теряется на H3. Такое ощущение, что черные смолотили весь фланг. Просто так. И после слона H6, видимо, на это делал ставку Александр Мотылев. Выясняется, что черные после хода GH и ферзь бьет H6. Хлонокровно защищаются ходом ладей F7. И атаки-то, в общем-то, нет никакой. Король H8. Слон F8. Ну, и здесь уже, конечно, материала недостаточно для того, чтобы продолжать вообще какую-либо борьбу. Александр Мотылев сдался. Следующий пример, который также весьма показателен в плане тактики. И вот партия Панкратов-Мотылев для Александра в этот раз сложилась более интересно. В этот раз уже Павел Панкратов получил достойную и сильную инициативу. И здесь стоило ему взять просто на D8 и после ферзь D8, сыграв F4, пешка D3, скорее всего, терялась. Ну, а дальше у белых позиционные плюсы не вызывают никаких сомнений. В них огромный перевес. Возможно, даже решающий. Вместо этого Павел сыграл F4 сразу. И этот ход явился проблемным. Потому как после точного хода ладья C8, промежуточный ход, выясняется, что у ферзя нет нормальных полей. И Павел сыграл ферзь А1 подальше. То есть, естественно, второй ряд ему не хотелось спускать ладью в огород. И, соответственно, убрал он подальше. Казалось бы, все равно все под контролем. Но нет, следует фантастический ход конь F3. Конь F3. Классный, красивый ход. Обратите внимание, вилка. И выясняется, что после GF, ну, ход обязателен, черные заходят ладьей с Е2. И угрожает страшный ход ферзь G8. Очень жестко сыграно ниже пояса удар, как говорят в таких случаях. Павел решил сыграть конь H4, но ферзь подключился вместе с ладьями по второму ряду. Мы видим, какое ужасное положение сразу же для белых возникло. И здесь, конечно, играть уже нечем. Белые получают мат. Вот такие вот перекруты также встречались. Ну, и, наверное, самая такая вот интересная партия, которую мы сейчас с вами посмотрим. Пример из партии Никиты Витюгова и Дмитрия Андрейкина. Вот в такой вот зарубе белые пожертвовали качество. Очень интересно. Ладья Е5, слон G6. Атаковали очень предприимчиво. И после слона G5 конь возвратился на D4. Хотел, точнее, возвратиться. Белые максимально набросили фигуры. Вот посмотрите, какая мега связка на доске. Брать ничего нельзя, потому что в случае ферзи D6 попастает конь H6. С потерей ферзя. Ну, и остальные, в общем, те же самые идеи возникают. Черные ушли королем на H8. Ход абсолютно правильный. От всех этих связок неприятных. Ну, последовал колоннокровный ход конь Е4. Совершенно дикая. Дикая атака на пункт F6. Мы видим, черные блестяще парируют ходом ферзь B8. Уходят из-под связки. И атакуют ладью на Е5. Но следует слону F6 GF. Ладья Е7. И атака позиционная. Атака продолжается. И найти победителя, кто здесь лучше стоит, как говорится, непросто. Игровая позиция. И вот решает Дима разменять активную фигуру. Может быть, все-таки стоило коня возвращать поближе к флангу, сыграв конь D4. Но после взятия ферзь D4. Обратите внимание, пешка на F6 в очень опасном положении. Ферзь D8, ферзь F6, король G8. И конь D6. Таким образом, белые заштамповали две ладьи. Обратите внимание, ни одна, ни другая ладья не может двигаться. И также открыли своему слону, говорится, дорогу в будущее. В светлое будущее. На D5. Центр, где он будет очень неприятно атаковать пешку F7. Также у них есть еще дополнительный ресурс. Это движение пешки H. Ладья C8, тем не менее. То есть, играть так надо. И сбрасывать, как говорится, балласт. Ладья C8, ход обязательный. Конь C8 и ферзь D1. Решил активизировать фигуры Дима. И съев на C8. В общем-то, позиция обострилась. Ладья B7. Ходнокровно съел Никита. И у него образовалась лишняя пешка. А5, H4. Мы видим, что ладья прикована к восьмому ряду. То есть, ладья всегда белая готова дать шах. И у черного короля все-таки не хватает воздуха. Поэтому черных защита заключалась в том, чтобы попытаться перевести игру в Эншпин. Где-то тогда можно будет подменять пешечки. И тогда появятся хорошие шансы на спасение. Но, естественно, блана белых это не входило. Сыграв ферзь Е5, H5, слон Е2. И впоследствии вот такая вот позиция возникла. Доминация белых бесспорно. И вот в этой позиции после хода король G2 мы видим, что пешка на F7 уже практически завершается защитой. Все возможные. Тем не менее, находят еще какие-то ресурсы. Типа ферзь А6. Однако, после слон бьет F7 на Кровного, король убегает в центр. И не дожидаясь хода короля F4, черные признали свое поражение. Очень сильное достижение позиционное от Никиты Витюгова. Бесспорно, самая сложная, наверное, партия, на мой взгляд, которая на данный момент пока случилась. Но мы видим, что борьба за инициативу дорогого стоит. Качества это слишком мало. Ну, а теперь, друзья, перейдем к женскому чемпионату. И также посмотрим пару примеров, которые я вам приготовил. Итак, первый пример. Достаточно простенький, с одной стороны, но показательный. Партия Марины Гусевой и Алины Кашлинской. Многолетних тоже опытных шахматисток. Сборниц наших прекрасных. И женский чемпионат, безусловно, тоже очень красив по-своему. Как мы знаем. И, безусловно, болельщиков не меньше, чем в мужском, я уверен. Итак, вот в этой позиции черные провели все нужные плановые мероприятия. Провели F5. И у белой фигуры расположена, на самом деле, не очень хорошо. В частности, конь на B3 не имеет никаких перспектив. И Марина здесь, конечно, должна была играть более осмотрительно. Она же пошла вперед. Еф очень опасный ход. Потому что теперь, помимо того, что соединяются пешки, у них есть простейшая игра. Пешки могут начать свое движение, что и было в парте. И вот последовала такая вот быстрая, стремительная атака. Е4. Слон Е2. Слон Ф6. То есть, напали на ладью. Здесь, наверняка, белым уже стоило задуматься о том, как бы, что, может быть, все-таки уже уничтожать какую-то фигуру, которая рядом с королем находится. И жертвовать уже качество. Может быть, это было лучшим вариантом. Но Марина сыграла ладья А3. И последовал слонокровный ход ФСС. Марина очень здорово. Эти позиции разыгрывает. Чувствует хорошо короля. И уже подготовила здесь немало идей. Последовал ход ФСС1. То есть, идея была заблокировать черные поля. Но здесь, во-первых, и конь на Ж7 может выбивать с полей блокады. Так же, как и ход слон Е5, который сделала Алина. Подготавливая ход еще и ФССР. Аж4. Ну, выясняется, что у белых нет хороших ходов. То есть, может быть, все-таки стоило сыграть слон Ф4. Но и в этом случае, после как минимум хода конь Х5, черные владели серьезной инициативой. Последовал ход Ж3. И мгновенно Ф4. Ф4, вскрывающий и слона, и ладью. И мы видим страшное совершенно положение. То есть, грозит еще ход, разрывающий фалангу на королевском фланге. Ходом Е3. И приходится брать уже ЖФ. Марина съела ЖФ. Надежды на какие-то размены. Надежды на то, что она успеет защититься. Но последовал мощнейший удар на Аж2. Обратите внимание, как Алина эту партию проводит. Выясняется, что брать на Аж2 плохо. Из их как минимум ладья бит Ф4. И дальше ферзь А4. В общем, все сразу добирается. Короля просто все разваливается. Поэтому, тем не менее, так оно и случилось. Да, Марина взяла ладья Ф4. Ушла королем. И после ферзь Ж5 просто-напросто признала поражение. Так как король не ходит на линию А6 за мат на Аж4. А на конь Ж2. Единственный ход. Последует ход слон Аж3. И защиты никакой нет. И следующий пример, который я вам также хотел показать. Это партия Алины Бивол. Против Валентины Гуниной. Многократной победительницы чемпионатов России. В том числе и Европы и мира. И также вот мы с вами быстренько пробежимся по этой партии. Значит, был разыгран всеми любимый каракан. И вариант достаточно редкий. Слон Е3. Взятие на С6. С3. Так, в общем-то, я бы сказал, даже несколько беззубо белые расставились. Но наверняка какой-то яд в этой системе присутствует. Конь Е7. Валентина отреагировала. А Ф4. Здесь партия начала приобретать нечто сюр реалистично. Это Г5. Классический ход, который разрывает пешечную цепь. Он встречается во французских защитах. Ну и вот в таких вот примерных структурах, которые возникли даже из защиты каракан. Как мы видим. Ход Г5. Классный ход. Активный. И вот такие ходы мы должны уметь делать. ФЖ. Конь Ф5. Активно начинает игру Валентина. И вот эти пешки Е5 и Ж5 начинают быть в опасности. Приходится возвращать фигуры на исходные. Несколько впечатляюще расположены, конечно, фигуры. Я не знаю, почему Алина отказалась от хода слона Ф4. Но, видимо, какие-то были на то причины. И Х6. Как в волшском гамбите, только на королевском фланге. Черный вскрывает игру. Ферзь. Х5. Смотрится тоже весьма разумно. Сохраняя возможность пойти Ж6. Но в этом случае мы видим, что пешка на Е5 в очень серьезном неприятном положении. И после Ж6 возникла очень занимательная позиция, где черный и белый короли начали танцевать друг напротив друга. Король на Д7. Король на Д1. Ничего непонятно, что происходит. Но очень весело. Итак, слон Е7. Ладья Е1. Конь Х4. Ну, здесь как бы комментарий пока излишне. Происходит стандартное передвижение. Предложила Валя перейти в Эншпиль. Где у черных, безусловно, преимущество за счет развития прекрасного. И в центре больше пешек. Но у Алины были другие совершенно планы на эту игру. И она сыграла уже 4. Ну, в общем-то, ситуация просто неимоверно обострилась. Ферзь Е4. Конь Д2. Ферзь Ж2. Все-таки добралась до этого Ферзяна. А Алина, опять-таки, избегала этого размера. Ну, что же. Валентина начала съедать. Просто сметать все с доски. И, тем не менее, вот возникла такая вот и позиция. Позиция номер 2. Критическая позиция, можно сказать. Что происходило до этого, лучше забыть. Ну, посмотрим, опять-таки, на эту замечательную позицию. Что мы видим? У черных, конечно, мощнейший центр. То есть, король у них очень в надежном положении. У белых появилась какая-то пешка аж. Надежда. И, в принципе, король белых может убегать в район поля С2. Но, как я уже сказал, черные могут свое движение организовать и в центре. Младяй Ф8. Король С2. Пешка побежала. И после король Е8 произошли размены. И после хода Е4 черным все-таки показали, что у них все под контролем. И готовы уже приступать к решающим вторжениям после хода Д4. Пешка аж побежала. Надежда белых. Однако ДЦ. И после слон Е2, конь пришел на Ф3. И ферзь успевает со всех сторон сыграть. Блестящее подключение слона с А6. Слон Ф2. Ладья Д8. Ладнокровно очень сыгранная. Черный готов врываться на Д2. И после разменов ЦБ. В общем, пешки все в разных положениях находятся. Кто где. И, опять-таки, отвлечение. И черные съедают очень много. В итоге съели они все фигуры практически в этой позиции. Белые все-таки признали свое поражение. В женском турнире лидируют Евгения Овот, Валентина Гунина и Полина Шувалова. Набрали по 4,5 очка из 6. В мужском турнире лидирует Никита Витюгов, набрав 4 из 6. За ним Владимир Федосеев, Максим Итлаков и Кирилл Алексеенко. Ну, а далее Александр Горячкин имеет свой крепкий полтинник. Как говорят, 3 очка из 6. Так что, вот такая вот история, друзья. Надеюсь, было интересно. Смотрите шахматы. Подписывайтесь на канал. Ну, и до новых встреч. Пока.